Грифон Эксперт 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 Соответственно, встают проблемы у потребителей достаточно серьёзные. Так, Александр Владимирович, эти серьёзные проблемы, которые перед нами встают, вот каков их масштаб, чего нам ждать в ближайшие месяцы в аптеках? Ну, официальная статистика в лице Росстата говорит о том, что лекарства подорожали на 13%. Ну, разные лекарства. Это, естественно, реально совершенно другая. Наш рынок, он очень специфический рынок лекарств. Более 50%, ну, в районе 50% принадлежит западным игрокам. То есть это импортное лекарство. 50% от ассортимента и где-то процентов 75-80 в денежной массе. Потому что импортное лекарство намного дороже наше. А разве мы свои производим не из импортных компонентов? А вот из нашей доли, да, процентов 50-55 составляет, соответственно, импортное сырьё. Да, и смотрите, если 50% рынка западных, да, если 50% сырья отечественных производителей, то насколько должны подорожать лекарства из-за девальвации? Практически 100% за год. То есть 50-100% должны ожидать в ближайшее время повышения цен. То есть в два раза могут они в конце года вырасти? Практически в два раза, да. Если ничего не будет сделано, сверху. Ну, что, Дмитрий Алексеевич, согласен с этим? Знаете, основная проблема заключается в том, что у нас многие цены на лекарства не пересматривались с 2009 года. Мы будем говорить в дальнейшем по поводу группы жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. И по поводу рецептурной группы. Это, пожалуй, основная группа жизненно необходимая и рецептурная. На них не пересматривались цены с 2009 года? Конечно. У нас на отечественные препараты, на отечественные препараты я говорю об этом. И основная проблема в том, что сейчас хотя бы мы поднимаем голову по поводу именно аптечественного производства. И, слава богу, Петербург столица фармацевтики. Так поднимаем ли мы ее, если мы из западных компонентов делаем на 50%? Давайте мы сейчас... Основная проблема в том, что у нас действовали методики 2009 года для отечественных производителей по фактическому закреплению цены. И у нас были просто поразительные вещи. Когда, например, тот же атропин, который стоил 8 рублей, его 8 рублей, вот такая была заявлена цена по этим методикам. С каким-то трудом его удалось повысить хотя бы до 13 рублей. У нас, когда регистрируются импортные препараты, то проводят сравнительную аналитику, за сколько эти препараты продаются в странах Европы. И просто вот смотрят, какая там продажная цена. И так появляется цена на импортные препараты. И, как правило, они в 2, а то и в 3 раза изначально зарегистрированы дороже, чем отечественные. Поэтому отечественным производителям зачастую просто невыгодно выпускать эти препараты. Я знаю компании, которые закрыли свои цеха, им гораздо выгоднее платить 2 трети заработной платы за простой своих цехов, чем терпеть убытки за производство недорогих отечественных лекарственных препаратов. То есть нужно повышать цены на отечественные препараты. Нужно пересмотреть немедленно. Это преступная методика. Но в сторону повышения. Когда у нас компании приезжают на уровне Минздрава, доказывают цену, приезжая с томами туда, где они доказывают себестоимость. И Минздрав еще думает, каким образом все-таки эту оценку сделать. У нас официальная эта методика имеет право пересматриваться. И компания пересматривает цену один раз в год. И не более, чем официальный коэффициент инфляции. За все эти годы коэффициент инфляции был 5%. В этом году 1,5%. Если стоил 10 рублей, то будет стоить 10,30. Компании многие просто не будут производить дешевые. И мы останемся без дешевых лекарств вообще. Аптичным сетям не выгодно работать с дешевыми лекарствами. Абсолютно. Одно дело, наш отечественный стоит 20 рублей, западный аналог стоит 300-400 рублей. Что будут продавать и что будут рекомендовать в аптеке? Павел Андреевич, а вот смотрите к чему мы пришли. Что неизбежен рост цен на лекарства. И не только из-за девальвации рубля, санкций и всего остального. Из-за того, что действительно иначе не будут производиться дешевые лекарства вообще. Иначе их вообще не будет, если не повышать цены. Так вот правильно ли это, к чему готовится потребителям? Или может быть есть все-таки какой-то способ сдержать цены? Ну способ очень простой, перестать продавать лекарства. Во всем мире лекарства не продаются, а отдаются пациенту бесплатно. А за него, за это лекарство оплачивает государство или страховая компания. В этом случае все разговоры о том, что цена растет в аптеке, становятся бессмысленными. Речь идет только о жизненно важных основных лекарствах. Не о всех, естественно. Но в этом случае государство регулирует цены, договариваясь с поставщиками. Согласны с этим, Анатолий Григорьевич? Вообще, я люблю идеалистов. Идеальные картины, они замечательные. И наш московский собеседник обратил внимание действительно на одну серьезную проблему. У нас, наверное, две трети лекарств используются нашими пациентами в ходе самолечения. Вот если бы у нас медицина действовала идеально, и ты мог прийти, попасть нормально к врачу, и получить рецепты, получить лекарства, это было бы замечательно. И тогда действительно вот эта система могла работать. Но у нас, обратите внимание на рекламу, полно медицинских, полно рекламы разных лекарств. И значительная часть наших граждан, вот спросите в аптеке, вы покупаете по указанию врача, или вот вы насмотрелись рекламой и покупаете? Значительная часть людей покупает лекарства не по показаниям врача, а потому что вот увидели рекламу. Ну да, да, конечно, понятно. Мало того, фармацевтические компании, они работают с аптеками, СЭС промоушен, Трейд промоушен, да, и не факт, что когда вы пойдете, вы идете в аптеку, да, вам говорят, соответственно, не по лечебным свойствам, там, какого-то препарата, а по вашей платежеспособности, да, и предлагают одинокий аппарат. 500 рублей, нет, дорого для меня, 200 рублей, ну вот ладно, наши отечественные нашли за 30, неохотно отдают, да. Мало того, вы идете к врачу, с врачами работают компании фармацевтические, рецепты выписываются, естественно, самые дорогие. Ну, естественно, да. Сейчас, слава богу, благодаря вмешанию федеральной антимонопольной службы, это запрещено, и это абсолютно правильно, потому что нельзя потребителю навязывать конкретные лекарства конкретного производителя. Ну, это мы знаем, но продолжается навязывать. Да, Ирина Анатольевна, вы много лет занимаетесь уже социальными проблемами, вот как меняется, меняется ли действительно сознание там как-то людей и отношение вот к этой системе? Вы знаете, я как бы стою на стороне все-таки потребителей. Конечно, мы все здесь на стороне потребителей. Нет, я понимаю, фармкомпаниям, которым тоже тяжело выжить на этом рынке, но я считаю, что должен сегмент каких-то дешевых лекарств оставаться и быть неизменным, потому что, ну, иначе человек может пережить там без каких-то там сыра там какого-то дорогостоящего, может пережить без продуктов, но он не может пережить без лекарства. В данный момент недавно нам звонила женщина, ну, в городе, я просто обозначиваю тему, нет инсулинов. Ну, я хочу сказать, что есть разговоры профессионалов, вот Чагин, господин, говорит абсолютно профессиональные вещи и подтверждает мои тезисы, а есть непрофессиональные представители покупателей, о каком рекламе может идти речь, она запрещена, у нас реклама лекарств запрещена. А скрытая реклама? Только БАДы, а скрытая реклама не доходит до потребителей, извините. Поэтому это просто глупость. Люди у нас занимаются не самолечением, они от врача получают бумажку вместо рецепта и покупают лекарства. Вот, это недопустимо. Нигде в мире, нигде в мире, во всех развитых и неразвитых странах нет продажи лекарств. Вы не можете купить лекарства, только получить по рецепту. Это единственный способ. Я не знаю, где у нас запрещена реклама, ее полно, лекарственных препаратов. По радио. И по радио, и по телевидению, везде есть. Не надо говорить. Мы давно боремся за запрет этой рекламы, союз потребителей, потому что наша позиция принципиальная в этом плане. Но ситуация действительно... Я сторонник такого подхода. Я бы предпочел, чтобы лекарства действительно не продавались, а человек получал их. Но для этого вся система должна работать. Невозможно навести порядок только с лекарствами. А если человек приходит в поликлинику и не может месяцами попасть к врачам, а жалобы полно на это. Ну да, у человека болит голова, ему нужны таблетки от головной боли. Вот что? Он не может попасть к врачу. Что он должен? Он идет в аптеку и занимается самолечением. Спрашивает. Ему говорят, вот, убирайте. Да, фармацевт говорит, ну то, что... Вы знаете, позиция... Вы знаете, позиция... Продавать лекарства. А, кстати, вот в супермаркетах, если будут продавать лекарства. Если продавать лекарства, как там, я не знаю, любой другой продукт. Ну, вы же понимаете, супермаркеты хотят продавать лекарства только потому, чтобы закрыть то окно, которое у них образовалось в связи с отменой продажи никотина. Правильно? Сигарет. Ограничением. Ограничением, да. Ну да, ограничением. Вы знаете, если бы вот Павла Андреевича послушали года два тому назад, он всегда говорил эти вещи. Мы сейчас встали перед результатом, который получился. Ну, вот я присутствовал и в течение двух лет, и когда это еще даже намека не было вот на санкции, на все эти проблемы, это действительно была вот нормальная и четкая позиция о том, что, ребята, вы, конечно, извините, но мы должны хотя бы жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты, рецептурные, весь этот блок, который закупается, чтобы это хотя бы каким-то образом была, может быть, та же фиксированная цена, но уже конечная. Даже не цена от производителя, а фиксированная конечная. То есть максимальная, по которой можно туда, да? Я скажу вам вот конкретный пример, который есть. У нас действительно сейчас очень динамично открываются заводы, лаборатории в Петербурге. Мы вовремя еще где-то успели понять это все. Приятно слышать. Пять лет тому назад вот была наша ассоциация создана, и туда вошли только отечественные производители. Но именно с целью лоббизма этой отрасли. Потом мы доказали, что Питер столица фармацевтики. Производители заинтересованы, чтобы их товар продавался. Нам надо убрать логистический дурацкий процент, 20% логистики. Что мешает производителям, что мешает в конечном счете потребителям, обсудим сразу после рекламы. Мы возвращаемся в студию программы «Что делать?», продолжаем говорить о том, как дорожают лекарства в России и в Петербурге. Вот перед рекламой, Ирина Анатольевна, мы все-таки пришли к тому, что давно уже пора было повысить цены на лекарства первой необходимости, на те, которые у нас сейчас самые дешевые. Вы говорите, что нет, должна какие-то оставаться. Все-таки должны оставаться. То есть не надо повышать цены? Но атропин не может стоить 10 рублей. Он не может. Почему цену поменяли? Потому что ампула, которая наполняется атропином, стоит дороже. И компании, вот я вам хочу сказать, что если бы компании имели нормальные договорные отношения на уровне государства, и они понимали, что и дорогостоящие препараты у них в определенном объеме покупают, и есть линии, которые выпускают жизненно необходимые и важные лекарственные препараты, тогда в этом случае они внутри своих компаний делали бы какой-то определенный баланс. Но мы работаем с тем, с чем есть. С тем, с чем есть. Вот да, недоверие государства со стороны бизнеса, все это мы уже знаем. Вот Ирина Анатольевна, в связи с этим, ваш рецепт. Да я вот, честно говоря, не могу давать рецепты вот фармкомпаниям, потому что, ну, действительно... Ну, как потребитель, как человек, который за этой проблемой следит. Я считаю, что все равно линейка каких-то дешевых лекарств должна оставаться иначе, иначе. Даже в ущерб компаниям, в ущерб, там, бизнесу. Вы знаете, сделайте фиксированную цену, фиксированную цену продажи, фиксированную цену закупок. Вот сделайте фиксированную цену закупок на конкретные лекарственные препараты. Зафиксируйте ее. Я просто хочу дополнить, что, например, лечение вот в данный момент, там, простой простуды, там, сезонного гриппа обходится 3-5 тысяч. Ну, невозможно, ребята, если это люди... А если с походом к врачу, то и больше? Да, с походом к врачу я не знаю, наверное, больше. Но не каждый человек, который обнищал... Ну, действительно, он сейчас как бы идет, ну, общая тенденция к тому, что люди, ну, тратят больше денег на продукты, на какие-то жилищные условия. Не каждый способен заплатить такую сумму. Что тогда идет? Человек, он заниматься будет самолечением? Однозначно. Он не будет заниматься профилактикой. Он пойдет каким-нибудь народным целителем. Самолечением ему дорогие средства и рекомендуют в аптеках, понимаете? За которые имеют проценты и сами продавцы в аптеках и так далее. Нет, а здесь, если он упадет целителем и будет болеть. Крупных фармкомпаний. Вот у нас, ну, наверное, десяток было исследований. В основном, конечно, западные компании нам заказывали исследования. Мы берем экспертное интервью у врачей постоянно. Все время делаем ритейл-аудит аптек, сравниваем что-то. Людей опрашиваем, которые болели. И на основе этого, понимаете, вот, допустим, бояршник и шиповник, да, которые стоят там 20-30 рублей, может быть, да, западные компании следуют рынок, да, и уже выдают их смесь. И здесь делают, допустим, я приведу просто абстрактный какой-то пример. Красивая упаковка и, соответственно, это там чистые сосуды. Там, да, ну, 650 рублей, уже 250 рублей, да. А почему мы так не можем? Тот же самый состав фитнеса, очень укрепляющий и так далее. Это какие-то биологические добавки, да. То есть это маркетинговая надбавка. И очень часто же, когда мы наблюдаем, да, что, давай, есть российские, российское лекарство стоит 50 рублей, да, аналог 800, 700, даже вот такие мы по ритейлу-аудиту делали сравнение. И люди уверяют, что вот аналог лучше помогает. У нас передача «Что делать?» правильно? Что делать? Значит, вот конкретно «Что делать?» Фиксированная цена при государственных закупках на препараты, фиксированная цена. Удается купить дешевле, значит, дешевле. И фиксированная цена не от производителя, а фиксированная окончательная цена продажи. А тогда так дешевле? Тогда во всех аптеках дал что? Очень просто, фиксированная цена. Производитель должен, с одной стороны, понимать, за сколько он продает этот препарат, и вы должны иметь фиксированную окончательную цену. И убрать вот эти маразматические проценты, 20%, 25% от субъектов, на логистику, на поставку. У нас могут быть индивидуальные, типа там, Ямала-Ненецкого округа, или еще какие-то отдаленные регионы. Ну, какие у вас переправы и тяжелые реки в Москве или в Санкт-Петербурге? Для того, чтобы логисты имели еще 20% накрутки на то, что они забрали препарат от производителя и привезли его до аптеки. 20% им выгоднее ввести дорогостоящие препараты. Ну, это понятно, да, да. И все остальное. Мы же все-таки при капитализме, не при социализме. Как можно обязательно логистические компании брать за услуги не 15%, а 5%? Ну да, они же не государственные. Сети частные все. У нас нет государственных. Зафиксируйте окончательную цену продажи. Вот и все. И посмотрите, что произойдет. Может быть, это одно из предложений, что делать, чтобы обязательный процент был жизненно важных лекарств российского производства в наших контеках. Мы можем декорировать все, что угодно. Я знаю заводы, которые закрываются, им невыгодно это делать. Понимаете, сейчас все ссылаются на банки. Понятно, что ставка основного финансирования 17. Значит, если компания более-менее неуверенная, 21. Если уверенная 20, а не неуверенная, 25. Да, ставки кредитований окончательные, они огромные. При том, что действительно субстанции в основном существуют импортные. Так давайте сейчас просто примем нормальное решение. Фиксированная цена государственных закупок. Все компании хотят, чтобы государство у них закупало препараты. Ну, понятно, да. Фиксированная цена. Да, и фиксированная цена окончательная, за сколько этот препарат продается в оптичной сети. Павел Андреевич, как Вы считаете, а почему тогда вот этого не происходит? Да, вот нам Дмитрий Алексеевич говорит, давайте сделаем. Почему, вроде когда, действительно, почему бы не сделать фиксированную цену, чтобы было и компаниям хорошо, и нам, потребителям хорошо? Кто этому противодействует? А какие-то таинственные лоббисты? Давайте их обозначим, чтобы знать врага в лицо. Ну, я не знаю, кто этим противодействует. Все производители, на самом деле, все дистрибьюторы говорят одно и то же. На ограниченный список основных препаратов должны быть установлены единые цены продажи. Дистрибьюторы должны получать не проценты, аптеки, кстати говоря, а фиксированные премии за свою дистрибьюцию. Они не понимают? Вы же это не первый год говорите. Государство это абстрактная вещь. Государство не понимает. Так, ну хорошо. А те, кто хотят лекарства производить, они это понимают, потому что для них важен объем продажи, в первую очередь. А для нас важно, чтобы лекарства доходили до больных. Ну да, для больных важных получить. А что важно государству, Александр Владимирович? Ну, смотрите, все-таки частные... В слоях кризиса, давайте называть еще. Они борются за потребителя, так же, как розничные продуктовые сети. Им важно, чтобы что-то на рубль было дешевле, чем... То есть единые... Это хорошая идея. Здесь должны, наверное, производители как-то совместно с сетями договариваться, лоббировать свои интересы и так далее. Но фактически, вот как я, если я, допустим, маркетолог или директор сети, или у меня свой небольшой какой-то ларек аптечный, как меня заставить, что по единой цене продавать? Сколько понадобилось времени Евросоюзу для того, чтобы утвердить и ввести санкции? Сколько? Две недели. Две недели... Ну, разрабатывали-то они дольше. Ну, разрабатывали-то об этом... Хорошо, месяц. Вопрос в отношении того, сделать жизненно необходимые санкции для нас, которые бы вот то, о чем мы сейчас говорим, немедленно бы вошли в силу. Понимаете? Мы говорим о том, мы этому закону противоречим. 44-й там чему-то мешает. Да все знают, господи, это одна неделя, одна неделя сети, все поменять. То есть, получается, идеализма реальная. Нет, здесь ведь... Порциональные сети будут разоряться, уходить с рынка, меньше объема сбыта будет. Мнение потребителей. Полное впечатление, что государству все равно, абсолютно, вот рынок лекарств государства не интересует. Потребители говорят, ух, раз, два, три, четыре, пять, вот я стою на месте и вижу одновременно пять аптек. Все эти аптеки оплачиваем мы с вами. Вот. Но зато это конкуренция, значит, можно выбрать разную цену. Послушайте, при этом конкуренция такова, что когда за импортное лекарство, как здесь было сказано, назначают цену аналогичную в европейской, зарплата наша в разы, а иногда и в десятки раз ниже европейской. В этом случае заработок, конечно, у аптек будет громадный. Ладно, зарабатывайте на дорогих лекарствах, но бесплатные, вернее, не бесплатные, а жизненно необходимые лекарства продавайте по фиксированной цене. Фиксированной цене. Да. Хорошо, мы все зафиксировали цену. Это цивилизованное регулирование рынка. А у нас, к сожалению, государство повернулось с этого рынка, ушло и сказали, отделайте все, что хотите. И поэтому... А вот объясните мне, как потребителю, если мы сделаем, мы все зафиксированную цену, здорово, чтобы мы и производители знали, и мы, и потребители знали. Но если вы зафиксируете, а как вы заставите в аптеку? Вот у нее нет дешевых лекарств. Значит, очень просто. Нет дешевых лекарств, не имеешь права работать. Не, вот, посмотрите, в магазине... Исчезнут аптеки, исчезнет конкуренция, станет их мало. Послушайте, не исчезнут аптеки, не исчезнут аптеки. С хлебом абсолютно аналогичная ситуация. Хлеб, товар, на который торговая маржа минимальна, а иногда и равна нулю. Но, если у тебя нет хлеба в продаже, ты не имеешь права работать. Не имеешь права работать. Я вам повторяю, там прибыль торговых организаций на хлебе минимальна. Но, если нет хлеба, ты не имеешь права торговать больше ничем. Компенсируем и булочными изделиями. Также здесь есть дешевый ассортимент, а компенсируем две агры, допустим. Хорошо, но если мы зафиксировали эти цены, а где гарантии, что не вырастут цены на другие лекарства так, что мы только вот аспирином и сможем лечиться от всех болезней? Нет, ну, там достаточно большой список. Нет, ну, давайте мы тоже будем не перегибать. Самое важное, вот я абсолютно согласен. Мы в свое время просчитали, что нам на Петербург нужно не более статам нотариусов. Есть цифра. Все, не больше. Зафиксировано. И все остальные сидят в очереди, как только какое-нибудь место недобросовестного нотариуса освободится. Появляется новое. Почему мы не можем муниципалитетам, которые у нас существуют, прекрасные муниципалитеты, поручить абсолютно четкую аналитику, а сколько им нужно вообще этих аптек в их муниципальных образованиях? Сколько? Не нужно их какого-то астрономического количества, но все равно их не нужно бесконечного количества. Но я вам хочу сказать, что если будет фиксированная окончательная цена, и будет рецептурно, и будет рецептурно. Значит, фиксированная цена на препараты... Вот мы с этой рыночной экономикой и находимся сейчас в глубоком туннеле. Вот именно с нашей рыночной экономикой, с нашей пониманием. А понимание следующее. Фиксированная цена конкретно в аптеках. Производители знают, за сколько они производят лекарства. Я вам еще раз говорю, не более 5% вот была назначена цена, и везде фиксированная цена на территории всей Российской Федерации. Он говорит, я сам доставлю в аптеки, я сам договорюсь с логистическими компаниями, я сам довезу, я заинтересован в объеме и в максимальном охвате России. Я производитель, я хочу, чтобы это выбралось. Так и другие производители заинтересованы. Пускай делают. Коллеги, коллеги, в рынке есть две стратегии. Одна стратегия. Я продаю очень дорогое ювелирное изделие, себестоимость которого невелика, но торговая наценка громадная, и продав одно изделие, покрываю все издержки. И вторая стратегия. Я продаю очень дешево, с небольшой наценкой, но очень большое количество изделий. И понятно, что вот когда речь идет о жизни необходимых лекарствах, здесь нужен именно этот подход. И предлагаемые фармацевтами решения, на мой взгляд, это цивилизованный метод регулирования этого рынка. Мы все согласились. А сейчас просто нет никакого регулирования. Просто вообще государство повернулось, ушло, делайте все, что хотите. Я надеюсь, что, наверное, может быть, те депутаты и чиновники, которые не пришли к нам сегодня на программу, поговорить об этом, это слышат, да, и мы будем продолжать эту тему для того, чтобы это дошло до каких-то результатов. Тем более, я еще хочу сказать, что потенциал-то огромный у нашего рынка. Вот если взять статистику, например, в Европейском Союзе потребление лекарств в три раза больше, чем у нас. В США в шесть раз. Это официальная статистика. Это очень хорошо коррелируется с зарплатами. Очень хорошо. На наши доходы мы больше потреблять не можем. Мы обязательно продолжим эту тему, ну а сейчас попробую подвести итог. Когда рост цен на продукты питания опережает и без того высокую инфляцию, это, конечно, прискорбно, возмутительно, но хотя бы не смертельно. А вот когда ускоренными темпами дорожают лекарства, это уже жизненно опасно. Неудивительно, что в этом вопросе требования и к власти, и к производителям, и к поставщикам, и к продавцам мы имеем самые высокие, а нарушение этих требований считаем, ну как минимум, преступной халатностью. Но вот только, к сожалению, таблеток от халатности врачи еще не создали, поэтому мы сами постоянно должны быть на чеку и громко бить тревогу, когда халатность приобретает какой-то коллективный масштаб. Ну и практический совет для петербуржцев. Перед покупкой, особенно если собираетесь приобретать достаточно дорогие лекарства, обзвоните аптеке, можно обратиться в городскую справочную службу. Телефон 635-5566. По этому же телефону, кстати, можно узнать о наличии препаратов для льготных категорий. Будьте здоровы! Это был проект «Что делать?». Меня зовут Екатерина Семыкина. На сегодня я с вами прощаюсь и передаю слово Светлане Шкиль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова